Дон Карлеоне, Аль Капоне, Мишка Япончик, Сонька Золотая Ручка и многие-многие другие легендарные преступники стали героями фильмов и сериалов. Об их приключениях пишут книги, а биографические факты многие знают наизусть. Именно некоторых из них помнят даже спустя 100 лет после смерти. Мы предлагаем вам проверить свои знания фактов из жизни легендарных бандитов, ответив на 10 несложных вопросов теста. Возможно, Криминальная хроника 20 века – ваша настольная книга. Кстати, на нашем канале есть видео об известных мошенниках 20 века и их хитроумных аферах. Ссылочку на видео оставим вверху в подсказках и внизу под описанием. Ну что ж, подписываемся на канал и начинаем тест. И первый вопрос. Где работал петроградский налетчик Ленька Пантелеев до того, как организовал банду? Он работал в ВЧК, был конокрадом или же содержал публичный дом? Пантелеев до того, как в 1922 году организовал банду, работал в органах ВЧК. Второй вопрос. Где провела последние годы своей жизни знаменитая авантюристка Сонька Золотая Ручка? Сахалин? Одесса? Или, возможно, Мальдивы? Софья Ивановна Блюфштейн, больше известная как Сонька Золотая Ручка, провела свои последние годы в тюрьме на Сахалине. Третий вопрос. В каком городе организовал свою деятельность известный налетчик начала 20 века Мишка Япончик? Киев? Одесса? Или Лас-Вегас? Банда Япончика совершала свои дерзкие налеты в Одессе. Вопрос номер 4. Прототипом героя какой повести о молодом милиционере-иконокраде-красавчике стал один из авторов «12 стульев» Евгений Петров? «Зеленый фургон», «Красные дьяволята» или «Ходячие мертвецы»? Главные герои повести Александра Казачинского «Зеленый фургон» имеют реальных прототипов. Один из них – известный писатель Евгений Петров, а другой, кстати, сам автор. Пятый вопрос. История этой банды легла в основу романа «Братьев Вайнеров. Эра милосердия». В книге она стала бандой «Черная кошка». Что же это за банда? Банда Сафонова? Банда Митина? Или же банда в розовых носочках? В основу книги «Братьев Вайнеров. Эра милосердия», по которой позже был снят известный телефильм «Место встречи изменить нельзя», легла история банды Ивана Митина. Шестой вопрос. Участники этой банды использовали для личной маскировки «Черные чулки», за что получили прозвище «Фантомасы». О какой банде идет речь? Это банда «Братьев Самойленко», «Банда Братьев Толстопятовых» или же «Банда Братьев Кличко». Так называли банду «Братьев Толстопятовых», которая действовала в Ростове-на-Дону в 68-73 годах 20 века. Седьмой вопрос. В каком городе в 1917-20-х годах совершала свои разбойные нападения преступная группировка «Попрыгунчики»? Это город Москва, город Петроград, а может город попрыгунчиков? Группировка «Попрыгунчики», участники которой упоминаются в повести Анатолия Рыбакова «Кортик» и в фильме «Достояние республики», совершали свои преступления в Петрограде. А теперь западные гангстеры. В каком городе занимался преступной деятельностью знаменитый Аль Капоне? Чикаго, Детройт, а может Беверли-Хиллз? Аль Капоне организовывал преступную деятельность на территории Чикаго. Девятый вопрос. С каким персонажем народного эпоса сравнивала американская пресса врага общества номер один преступника Джона Диллинджера? Зора, Робин Гуд или Шрек? В разгар Великой депрессии Диллинджера называли в прессе современным Робин Гудом, потому что часть народа воспринимала его действия как месть богачам за простых людей. И последний вопрос. О Бонне и Клайде сняты фильмы, им же посвящены песни. Сможете вспомнить, как они погибли? Они были казнены на электрическом стуле, расстреляны рейнджерами в собственном автомобиле, или же они жили долго и счастливо и умерли в один день своей собственной смертью. Известные американские ограбители Бонни Паркер и Клайд Бэру в 1934 году попали в засаду, в которой они были расстреляны техасскими рейнджерами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова